Ребят, всем привет, с вами как всегда, Жумбек, Жумбекович, Жумбеков, и сегодня мы поговорим с вами о новой GTA V, которая выйдет для Xbox Series и PlayStation 5. Обсудим ситуацию, расскажу какая официальная информация появилась буквально на донях, короче, видос будет интересный, смотрите до конца. И да, именно на этом видосе не забывайте писать свое мнение, поскольку очень интересно почитать, что об этой ситуации думают другие, поэтому не стесняйся и пиши свое мнение в комментах. Перед началом видеоролика, как всегда, ставь лайк, подписывайся на канал, ну а также лови промокодик на Кинопоиск HD, который подарит вам совершенно бесплатно 60 дней данной подписки, кучу фильмов, как и новых, так и старых, ну а также вам дадут кэшбэк на сервисы Яндекс. Ссылку на активацию, как всегда, ищите в закрепленном комментарии под видео и давайте начнем. Начнем с того, что 18 мая, да, сори, что я выпускаю данный видос спустя 3 дня этой новости, но вот так уж вышло, извините, появилась информация о выходе GTA V на новое поколение консолей. Вообще, ее анонс, а именно улучшенной версии GTA V, состоялась на презентации PlayStation 5, по-моему, ну когда первый раз ее показали. После анонса, ну как-то не придали этому значению, типа выйдет GTA V и выйдет, потому что многие, мне кажется, думали, что это будет некое бесплатное обновление со всеми улучшениями под Next Game консоли для оригинальных обладателей, ну оригинальной игры. Но, походу, это оказалось не так. По информации из официального сайта Rockstar нам стало известно, что 11 ноября 2021 года на PlayStation 5 и Xbox Series поступит в продажу расширенные и улучшенные издания GTA V и GTA Online. Плюс, к тому же, еще в летние обновления для GTA Online войдут особые бонусы, которые игроки смогут воспользоваться в расширенных и улучшенных изданиях, когда те станут доступны. Также стало известно, что отдельная версия GTA Online появится на обеих платформах, однако первые три месяца новая отдельная версия GTA Online будет доступна только на PlayStation 5. Причем бесплатно, плюс там будут еще бонусы в качестве денег, ну онлайновских. Исходя из этой информации, можно для себя подчеркнуть две важные вещи. Первое, это то, что GTA Online будет эксклюзивом, бесплатным эксклюзивом на PlayStation 5 ровно три месяца. Ну а второе, то, что GTA 5 это будет отдельная игра, которая будет продаваться совершенно отдельно и это не бесплатное улучшение. Придется ли ее покупать за 60 баксов или нет, я не знаю, сказать очень сложно, но ясное дело, что если вы захотите поиграть в улучшенную версию, то в любом случае придется давать за нее отдельно копеечку. Также стало известно, что Rockstar готовит некий сюрприз для фанатов GTA 3 и этот сюрприз коснется и GTA Online, видимо какой-то специальный имит или что-то в этом роде. Признаться, я немножко в шоке от нынешней ситуации, именно от того, что одна игра проживает три поколения консолей. Просто если же тогда у Xbox 360 было три GTA, то сейчас у GTA 5 три поколения консолей. Если вы вдруг были в спячке, то напоминаю, что GTA 5 вышла в 2013 году на седьмое поколение консолей. Потом она вышла на ПК, потом на новое поколение консолей, а именно на восьмое, типа Xbox One, PlayStation 4 и в итоге та же самая игра выходит и на новое поколение. Подробностей о лучшей версии практически нет, известно, что игра скорее всего будет работать в 4К и 60 FPS и в ней будут какие-то новые возможности. На самом деле сложно представить, что они туда воткнут, поскольку в GTA 5 вроде как уже все есть, что нужно и придумать действительно значимое улучшение, которое заставило бы купить именно улучшенную версию, мне кажется крайне сложно. Если что, у меня брат фанат GTA, он купил ее уже три раза и на 360 бокс, и на Xbox One, и на ПК, но например покупку для Xbox One он сделал чисто из-за возможности игры от первого лица. Это было умно со стороны Rockstar, поскольку версию под ПК и восьмое поколение они сделали с такой фичей. То есть на 360 боксе там не было данной функции, то есть чтобы поиграть от первого лица, ты мог поиграть только на ПК и на Xbox One. Но что можно придумать в этот раз, я даже не представляю. Если вдруг у вас есть какие-то варианты, то напишите об этом в комментариях. Лично мне эта тенденция не особо нравится, поскольку существует обратная совместимость и в ту же GTA 5 можно без проблем поиграть прямо сейчас. Да, я понимаю, что там не будет 60 фпс, но все же можно поиграть. И когда выходило новое поколение консолей, я почему-то думал, что история с бессмысленными переизданиями, она закончится. Поскольку опять же есть обратная совместимость и по сути те игры, которые переиздаются, их можно запустить по обратке, но видимо история все-таки продолжится. Тут кстати есть забавный факт о консольных версиях, которые более мощные. Дело в том, что GTA 5 это одна из немногих игр, которая не получала обновления под Xbox One X. То есть она не получала высокого разрешения, хотя в принципе могла бы, но видимо они его не выкатили специально. И теперь что могло бы появиться на Xbox One X, появится теперь и на Xbox Series, плюс еще 60 фпс подвезут. И если вы вдруг надеялись на какой-то там фпс буст, мне кажется стоит забыть о нем, потому что все-таки выпускается улучшенная версия. И Rockstar просто невыгодно делать этот фпс буст, потому что ну чем они удивят теперь в улучшенной версии. Если честно, я расстроен этой ситуацией, поскольку реально очень долго доят эту игру. Да, я понимаю, что все еще продается и будет продаваться, но продавать одну и ту же игру три раза это, ну на мой взгляд, перебор. Знаете, ситуация была бы для геймеров лучше, если бы в эту версию Rockstar помимо графических улучшений, сделал бы какой-то расширенный сюжет, какую-то новую карту или просто какой-нибудь сюжет на дополнение. Это было бы логичнее, более привлекательнее для игроков. Ну типа, окей, я куплю эту версию, все равно хотел 60 фпс, плюс еще дополнение пройду. Ну, мало ли там что-то интересное. Да, я прекрасно понимаю, что я жимбек с силиконовым браслетиком, который сидит на скрипучем игровом стуле, и кто я такой, чтобы учить Rockstar, но я лишь высказываю свое мнение по поводу этой ситуации просто чисто от игрока. Просто одно из мнений, как я вижу эту ситуацию, и если честно, эту ситуацию я вижу, ну, как-то не очень. Кстати, пока готовил материал для этого ролика, я пальнул обратную связь с самого первого анонса данной версии. Кстати, примечательно, что на анонсе, а именно в первом видео улучшенной версии, вообще не видно каких-либо изменений. И фидбэк, кстати, оказался так себе. 74 тысячи лайков против 219 тысяч дизлайков. Понимаю, что цифра большая, все же недовольных больше, но давайте посмотрим правде в глаза. Несмотря на какие-то там лайки, дизлайки, GTA 5 все равно будет продаваться. И почему-то такое подозрение, что она будет еще долгое время в топе. И знаете, единственный шанс как-то прекратить всю эту фигню с улучшениями, с переизданиями и так далее, это лишь просто бойкотировать игры, лишь просто их не приобретать. Поскольку все, что вокруг, все, что сейчас делается в игровой индустрии, да и делалось, это просто бизнес. И пока на него есть спрос, он на этом и живет. Но как только спроса не будет, денег станет меньше и компаниям уже надо будет что-то придумать новое и заново завоевывать сердца игроков. Поэтому вся эта игровая ситуация зависит чисто от нас. Будем мы это покупать или нет? Ну и если будем, то в принципе чего-то нового, мне кажется, ждать от компаний уже не стоит. В общем, пиши свое мнение в комментариях. У меня на этом все. Большое спасибо вам за просмотр. Если видос понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. Пока-пока.